Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Среда, 28 февраля, и на текущий момент у нас на многих инструментах происходит смена тенденции, о чем мы сейчас и поговорим, и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллара вчера в попытках продолжения нисходящего тренда смогла закрепиться ниже минимальные значения, которые мы видели 26 февраля, что переводит нас в фазу снижения по данной паре с целями движения на 1.1922. Пара британский фунт, американский доллар, вчера также смогла закрепиться ниже минимальные значения, которые были зафиксированы 26 февраля, уровень 1.3926, закрепили за данным значением и также перешли в фазу снижения. Цели по снижению – это, во-первых, обновление минимальных значений, которые мы видели вчера, это отметка 1.3857, ну и далее движение на 1.3769. Пара американский доллар, канадский доллар смогла преодолеть максимальное значение, а также 26 февраля, это уровень 1.2711, закрепились выше данного значения, что также нас переводит в рамках часового тренда, в рамках часового таймфрейма в фазу роста. Цели по восходящему движению – это, во-первых, обновление максимальных значений, которые были зафиксированы вчера на отметке 1.2777 и движение дали на 1.2925. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 1.2667. Пара американский доллар, японская иена вчера также смогла закрепиться выше максимума, который мы видели 26-23 февраля. Доходили до уровня 1.0766, там и лежит цель на ближайший день для продолжения восходящего движения, которое у нас началось вчера. Далее следующая цель уже открывается в области 1.0930. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на минимальных значениях вчерашней торговой сессии, отметка 1.0677. По паре австралийский доллар и американский доллар вчера мы также увидели пробитие и закрепление за минимум 26 февраля, что также нас переводит в фазу снижения, по крайней мере до тех пор, пока австралийцы торгуются ниже отметки 1.0867, максимальное значение вчерашней торговой сессии. Цели по снижению обновления минимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 77.82 и движение далее уже на 77.37. По паре еврофунт тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это обновление минимальных значений, которые мы видели 26 февраля, уход ниже отметки 87.70, ну и движение далее на 87.27. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые мы видели 22 февраля, на уровне 88.63. По золоту вчера мы также увидели пробитие минимальных значений понедельника, закрепились ниже отметки 1326 долларов за тройскую унцию, что также в рамках часового таймфрейма переводит нас в фазу снижения. Цели по снижению находятся в области 1300 долларов за тройскую унцию, ну а возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, это отметка 1336. Далее, нефть марки Brent вчера также смогла закрепиться ниже минимумов 26 февраля, уходили до отметки 66.29, и также на текущий момент мы отмечаем начало коррекционного нисходящего движения по данному активу. Цели по снижению это, во-первых, уйти ниже минимальных значений вчерашнего дня, ну и далее двигаться на отметку 64.39. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальных значений, которые мы видели в понедельник-вторник в области 67.70. По индексу DAX вчера мы также к концу торговой сессии смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 12480, минимум 26 февраля, и также по данному инструменту мы переходим в фазу коррекционного нисходящего движения. Цели по снижению находятся в области 12237, и далее движение на 11900 остается вероятным. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, это отметка 12611. По биткоину тенденция восходящая сохраняется, цели роста находятся в области максимальных значений 20 февраля, это отметка 11694, ну и далее движение на 12000 и на 13000 соответственно. Возврат к продажам, значит продолжение коррекционного нисходящего движения по биткоину, будет актуально в том случае, если мы увидим уход ниже минимальных значений вторника, это отметка 10076. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Ислаков Роман, напоминаю, что если вам нравится это видео и оно для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы по текущей ситуации пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже на следующих видеообзорах.